добрый день всем смелым и решительным инвесторам это проект география инвестиций и я сразу хочу вас предупредить о том что спекуляция акциями да и вообще инвестиции это очень рисковое занятие так что будьте внимательны и осторожны а 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 и а а и а и и и и и и и и Группа компании РусАгро – это крупнейший вертикальный аграрный холдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растеневодстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы составляет 643 тысячи гектаров. В 2015 году по версии ряда инвестиционных банков группа компании РусАгро была признана одной из самых прибыльных и быстро растущих компаний в мире в потребительском сегменте. Акции компании торгуются на лондонской и московских биржах. Основные активы группы компании РусАгро расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловских областях, а также в Приморском крае, что обеспечивает региональную диверсификацию бизнеса. Штаб-квартира холдинга находится в городе Тамбове. В Москве расположено обособленное подразделение группы компании РусАгро. Во всех бизнес направлениях группа активно внедряет современные мировые технологии с точки зрения оборудования, так и с точки зрения управленческой практики. География продаж РусАгро постоянно расширяется. В настоящее время компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 50 странах мира. На днях стало известно, что компания договорилась с Китаем о поставках посолочного масла в китайскую розничную сеть гипермаркетов в Сентримерт под торговой маркой Лето Красное. С учетом фиксации цен на товары в России для РусАгро это неплохая сделка в начале 2021 года. После того, как российское правительство выразило опасения по поводу динамики цен в декабре 2020 года, сельхозпроизводители, в том числе и РусАгро, а также розничные сети заключили межотраслевое соглашение об ограничении роста оптовых и розничных цен на сахар и подсолнечное масло в период с 20 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года. Тем не менее, даже с учетом принятых мер РусАгро имеет возможность продавать свою продукцию в первые месяцы 2021 года по очень хорошим ценам, так как верхние границы оптовых цен на 9% превышают фактически средние цены реализации РусАгро. В целом можно ожидать, что благоприятная конъюнктура на рынке сахара и посолнечного масла сохранится в первом и втором квартале 2021 года до начала следующего сельскохозяйственного сезона, что поддержит операционные результаты РусАгро. Сильная конъюнктура цен способствует снижению долга. Чистый долг и беда снизился к концу 2020 года, а это может означать более щедрые дивидендные выплаты. На заседании в марте Совет директоров РусАгро, вероятно всего, повысит коэффициент дивидендных выплат до 50% чистой прибыли. В среднем за последние 5 лет на дивиденды уходило 41%. Дивидендная доходность может составить 6,9%, которые будут выплачиваться в апреле 2021 года. РусАгро – отличная компания, которая показывает опережающие темпы роста бизнеса. Давайте поговорим об операционных результатах за 2020 год и узнаем, как чувствует себя компания. Итак, масло-жировой сегмент показал рост выручки на 22% до 76,2 млрд рублей. Объемы продаж немного снизились, однако рост цен реализации сырого масла с лихвой компенсировали отставание. Это самый большой сегмент в бизнесе, с долей в продажах в 43,6%. Сельскохозяйственный сегмент аналогично сократил продажи на фоне значительного роста цен на продукцию. Как итог, выручка сегмента увеличилась на 33% до 34,3 млрд рублей. Это самый динамично развивающийся сегмент, показавший наибольший природ за год. Мясной сегмент добавил во всех направлениях. Росли как цены реализации, так и объемы продаж. Улучшение конъюнктуры и рост производственных мощностей поддержали выручку, которая увеличилась на 26% до 32,4 млрд рублей. Сахарный сегмент оказался в аутсайдерах. Не помог и рост цен реализации. Дело в том, что объемы продаж сахара упали на 52%, утянув выручку на 10% вниз до 28 млрд рублей. Драйверами падения стала высокая конкуренция и сокращение объемов производства. Несмотря на падение сахарного сегмента, остальные направления закончили год на мажорной ноте. Выручка РусАгро в общем увеличилась на 17% и составила 174,8 млрд рублей. Это и является рекордным для компании. Если в 2018 году выручка составляла 83 млрд рублей, то за 2 года она увеличилась в 2 раза, подтверждая статус быстрой растущей компании. На днях стало известно, что РусАгро уменьшит долю зерновых культур в пассивной структуре своего земельного банка в 2021 году. 6 февраля председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждается формула расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года. При мировой цене на пшеницу до 200 долларов за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей эту сумму, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены в 200 долларов за тонну. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне 185 долларов за тонну. Для расчета пошлины будут применяться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу. Гибкую пошлину будут рассчитывать в Министерстве сельского хозяйства еженедельно на основе данных по ценам предыдущей недели. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля 2021 года. Полученные от пошлины средства правительство обещает направить на поддержку производителям сельскохозяйственных товаров. Однако она не сможет полностью компенсировать потери, связанные со снижением цен реализации в результате введения новых правил определения пошлины на зерновые культуры. В связи с этим РусАгро пронирует уменьшить долю зерновых культур в пассивной структуре своего земельного банка в 2021 году. Итак, давайте подведу итог. Компания выглядит очень привлекательно для покупки. Хорошая дивидендная политика привлекает в бумагу долгосрочных инвесторов и сегодня цена ниже 900 рублей за бумагу располагает для покупки как для долгосрочного, так и для спекулятивной покупки. Итак, давайте посмотрим то, что сейчас происходит на рынке. Сегодня пятница, конец торговой недели. РусАгро у меня есть в портфеле. Брал я ее немного, всего три акции, брал по 899, но рассчитываю при следующем пополнении, то есть докупаться еще. На сегодняшний день, даже час, цена составляет 890 рублей. Я думаю, это хорошая цена. Мы видим то, что почти месяц она у нас в боковике. Недавно вот был рост в январе на 10%, 7,45%. Вот, и видим то, что у нас такой восходящий тренд по РусАгро. Я думаю, стоит ее покупать и держать у себя. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. До новой встречи на проекте География Инвестиций. Всем пока!